Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Террарио в экспертном режиме. Я только что пришел с джунглей, пытался я выбить цветок маны, точнее, не цветок маны, а дар природы, из которого мы могли бы сделать цветок маны и... Как это называется? Ожерелье ветра или что-то такое, короче, из чего мы могли бы сделать себе самые быстрые ботинки. Ну, короче, все-все-все неудачно было. 75 стингеров я насобирал, 36 лосс, просто вот так вот, вот, сходу. Это капец. И огромное количество сундуков открыл. Я уже начал записывать, думал, а вдруг повезет, я на записи вытяну эти айтемы. Но все, короче, мимо, все мимо, никаких полезных айтемов там не было. Ну, собственно, нам из джунглей только вот эти вот два и нужны были. Но ничего, мы не расстраиваемся, мы наловили зато рыбу. Рыба это основная причина, по которой я туда пошел. Сегодня мы попытаемся убить скелетрона, и эта рыба нам поможет. Потому что из этой рыбы можно сделать замечательное зелье, которое увеличит количество наших импов на два. Ну, точнее, на один, то есть будет два импа. Для того, чтобы сделать зелье, нам понадобится луносвет этот и водичка. Водичка. Есть, да? Ну? Вот. Да, Summoning Potion, зелье призыва, или как-то так оно в русском варианте называется, увеличивает максимальное количество ваших миньонов на один штуку. И сам миньон довольно неплох, я с ним в джунгли ходил, он иногда так зажигает, это просто класс. Вот, поэтому берем вот это зелье, сейчас я пойду рыболовные все штуки повыкладывать, да? Это один из ящиков он наловил. Ящик в джунгли не выпал, но я без зелья ловил, без зелья ящиков, поэтому и не выпало никаких полезных ящиков. Ну, золотой, в принципе, неплохо тоже, но все эти ящики мы будем открывать на хардмоде, когда перейдем туда, да? Поэтому пока что я их просто собираю, уже почти 50 деревянных, 17 железных, 4 золотых, 1 кримзона и 1 небесный. Это все я выловил, когда квесты рыболовные делали еще в том мире. Здесь я рыбалкой особо не занимался пока, потому что мне вот ребята написали вконтакте, что... А ачивки-то рыболовные не работают в 1.3.0.3, или как там эта версия наша называется, актуальная. Ачивки рыболовные по нулям. Ни одно закидывание удочки у нас не засчитывается, поэтому я с рыбалкой пока что не спешу. Жду, пока выйдет обнова новая, когда пофиксят эти ачивочки, вот тогда мы зарядимся рыбу ловить. Я очень надеюсь, что это выйдет обнова в ближайшие дни и до хардмода, до того, как я перейду в хардмод. Но может и не сложиться на самом деле мое такое вот желание. Хорошо, давайте соберем зелье, которое вот, давайте посмотрим из тех, что у меня есть. Берем по-любому зелье выносливости, да, или как-то оно так называется, уменьшает на 10% получаемый урон. Берем по-любому айрон скин на 5 минут, на 8 увеличивает нашу броню. Берем мэджик пауэр, да, по-любому. Свифт нас по-любому берем, скорость нам очень понадобится. Можно, в принципе, зелье титана взять. Опять, слушайте, у меня в прошлой серии кровавая луна была, и здесь кровавая луна, ну, фиг с ним. Возьмем... Этого нам хватит лечения. Орл спит энд дэмэдж. Зелье лучника можно взять. Попробуем пострелять вот этим божественным луком с хеллфайр стрелами. Посмотрим, как вообще попрет. Вот это тоже можно взять. Будет одно зелье, почему бы не взять. Пусть будет. Хождение по воде нам что-то неинтересно. Пёрышко. Пёрышко замедлит наше падение. Нам не надо замедляться, поэтому не будем. Билдер крейт. Зелье гравитации. В принципе, можно взять, попробовать его с зельем гравитации. Но я думаю, пока без него попробуем. Опасности. Боевой эликсир неинтересно. Вот это можно взять, чтобы светлее было. Майнинг, хилинг. И ещё надо сделать немного зелий. Так, из полезных зелий мы можем сделать вот так вот, что мне в голову пришло. Это shine potion, да? Но оно дешёвое и сердитое получается. Его можно побольше сделать. Это зелье... Давайте айрон скинов ещё немножко сделаем. Регенерации. По полной сделали. Так, и всё. Блин, нам нужны были вот эти мелкие цветы, походу. Да, на всё? Ёлки-палки. А я всё, всё прогудел. Да, всё прогудел. Можно было ещё пару зелий полезных сделать. Типа зелья... Ох, точно. Да-да-да-да-да-да-да. Ну да ладно. Ферма пока грибной у меня нету никакой. Поэтому будем... Будем так воевать. Что поделать? Как-то я погорячился, наделав себе сразу 25 этих зелий. Надо было понемножечку. Понемножечку. Не спеша. Так, хорошо. Тут я порядок навёл. Ребята говорят, что из вот этих... Я даже не посмотрел из воска, что можно сделать. Говорят, из него можно сет сделать. У-у-у, да, пчелиный. У-у-у, призывательный сет. Смотрите, прикольно. А это что? Посох... Ай, призывает... Пчелу, которая будет воевать за нас. Окей. В принципе, можно сделать три импа. Выходит, подождите. Сейчас посмотрим, сколько импов у нас получится. Мы... А где нам? Где мы крафтим? Давайте посмотрим, что нам надо для... Во-во-во-во, вижу. Вижу. Урон миньонов на 5%. Миньон уронов... Миньон уронов. Урон миньонов на 4%. И... Урон миньонов... Точнее, урон, говорю. Опять. Количество миньонов на 1. И опять. Слушайте, мы можем... Вызвать, выходит... Еще 2... Итого 4, да, у меня получится? 4... 4 импа вот таких. У них дальность просто сумасшедшая. Плюс еще урон от миньонов выходит. Не слабый такой, да? Блин, мне даже интересно стало, что из этого получится. Так, 2, 3, 3. Плюс зелье это еще один. Ну, давайте попробуем. Плюс они еще и поджигают. М-м-м-м... 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 Вообще интересно. Вообще интересно. Это они, если с каждой стрельни, то это сотня урона сразу заходит. Ну, правда, да. Они не всегда попадают. Вот еще в чем тоже проблема. Ладно. План такой себе. Ну, хотя, в принципе, как вариант, попробовать можно будет, да, какого-нибудь босса убить с помощью миньонов. М-м-м... Ладно. Ну, это будем мы тестить потом. Сейчас у нас по плану все же убийство... Этого... Скелетрона. Нам уже давно пора в данж. Но всегда было много дел у нас. Мы всегда чем-то полезным занимались. Так, хорошо. Откладываем пока этот сет. В принципе, интересный такой. Это лоу-левельный сет на призывателя. Что, в принципе, круто. На самом деле. Мне очень нравится, что такое все есть. Вот. И давайте пойдем попробуем сейчас построить там, во-первых, платформочку. Сейчас я факела возьму. У меня факелы закончились в джунглях. Давайте больше факела возьмем. Возьмем лампы. Всевозможные с собой. Костры возьмем. Лампы. Девять штук этих. Две только, да? Ну, ладно. Я думаю, нам пока хватит их. И костров. Девять штук тоже. Ну, хорошо. Я думаю, этого будет достаточно. Я надеюсь. Надеюсь. Но нам все равно придется ждать, пока потемнеет. Ну, пока в любом случае я пойду построю там платформочку. Иногда они заряжают по три, по четыре выстрела за раз. Вот так, сразу так. Пу-пу-пу-пу-пу. Нет. Ладно. Тем временем солнце уже заходит. Скоро уже придется пытаться что-то сделать. Так. Я тут пытаюсь еще, кстати, да, вот с медом разобраться. Но меда, видимо, нужно больше, чем я взял с собой. Чтобы заполнить вот всю вот эту площадь. Я хотел, пришлось поделить напополам ее. Ну, короче. Короче, такое вышло, да? Я вот специальные такие площадочки для меда решил сделать. Можно было бы налить. Но. Но. Будет как-то вот так у нас. Так. Хорошо. Баннеров уже куча насобиралась тут. Давайте мы... Ладно, я оставлю даже эти кирпичи, слушайте. Ну, в принципе-то, все готово у нас уже. Лампу. Давайте, может быть, вот сюда еще куда-нибудь лампу поставим. Лампу и костер. Где-нибудь вот здесь. Лампу и костер. На старте, чтобы можно было полечиться. Потому что он так сразу начинает вдамаживать неслабо. И как-то грустно становится. Проверяем. Книжка. Пчелогранаты. Лук. Зельем. Мини-акула. Кстати, надо было выпить еще зелье. Точно. Я совсем забыл. Зелье, которое уменьшает расход патронов. Весьма неплохая штука была бы, да? Но что-то... Слушай, а где дед? Вот. Вот дед, да? Дед, слушай. Что-то ты убрел куда-то далеко. Ну ладно. Еще пока рано. Мы, значит... Чем обычно мы стреляем? Так. Гранаты потом. Сначала... Мини-акула и коса потом пойдет. Наверное. Не знаю. Будем... Будем смотреть. Будем смотреть. Можно тучку вот так сразу повесить. Больше к ней не будем возвращаться, я думаю. Ну что, дед? Ну уже темно. Давай. Давай. Я жду. Я готов. Наверное. Умирать. Если я сейчас умру, придется ждать несколько ночей. Может быть одно, может быть две. Как попрет. Еще и кровавая луна. Обалдеть. Ну ладно. Будет больше... Так. П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. На арену. На арену. Возвращаемся на арену. И бежим. Бежим. Стоять. Бежим. Так. Все. Мана закончилась. Можно попробовать побежать в другую сторону. Давай разгоняйся. 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 Нет. Что-то плохо. Я разгоняюсь как-то. А. Я еще и не бафнулся, кстати. Эксидент. Маленький вышел у нас. Так. Пошли теперь в другую сторону. Одна рука наполовину мертвая. Или наполовину живая. Смотря как смотреть на это дело. Упс. Нет. Плохо. Гранаты. Слушайте. Они неплохие такие. Да беги. Да беги, ну что ты будешь делать? Вот ботинки. Не хватает мне ботинок просто катастрофически. Кого я врезал столько что вообще? Расскажите мне, пожалуйста. Мелких этих, да? Врезаюсь. Ясно. Сколько? Пятьдесят... Пятьдесят девять урона. Влетает. Так, лечимся. Да беги ты. Все, бежим в эту сторону. Надо в медок немного окунуться, попробовать. Будет сейчас, если... Если я смогу. Нет, я, наверное, не смогу. Да пристал. Вот, блин, скорости вообще не хватает. Это жесть. Это жесть. Так, может... С тебя хилочка выпадет. Ага, хилочка выпадет. Конечно. Конечно, хилочка выпадет. Ага. Нет, 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 нет. Не надо, не впиливайся в меня, гадина. Двадцать четыре. Может, с глазиков хилочка хоть? Нет. Зомби полечил. О, бутылочка, да. Или что-то я там выпил, полечился немного. Это жесть. Скорости, ну, просто нереально, как не хватает. Давай, 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 пятьсот, пятьсот. Да, детка. Фух. Скелетрон убит во время кровавой луны. Как же, блин. В каждой серии у нас, смотрите, кровавая луна. Да? В каждой серии. Но мы убили его. Мы справились. Без абуза медсестры. Без абуза медсестры. И без скоростных ботинок, как ни странно. Без нормальных скоростных ботинок. Вот, с ботинками было бы попроще, если бы у нас скорость была бы больше. Хорошо. Я рад такому повороту, если честно, очень даже. И теперь мы можем пойти в данж. Но данж у нас будет, наверное, в следующей серии уже. Еще надо пойти... Хотя, в принципе, мы можем начать данж чистить, да? Потихонечку. Потихонечку. Нас сейчас там все равно убьют, скорее всего. Давайте мы посмотрим вообще, что выпало. Трофей! Трофей! Да, это определенно стоит. Трофея. Так. Так. Смотрим. Место. Мало места. Ладно. А, все влезло, да? Все влезло. Хорошо. Рука. 12 метательного урона. 4% крита. Очень быстрая атака. Маленькое отбрасывание. Бросает костью? Ага. Шанс не использовать кость. Ну, у меня костей вообще нет, поэтому... 12 урона. Ну, может быть, для метателя, да? Если у него там... Поднять немного... Урон от метания, да? Может быть, что-то и получится интересное. Так. Что нам... Сейчас, блин. Сейчас бы все-таки домой вернуться, да? Повыкладывать... Все шмотки. Вот такой вот черепочек у нас выходит, да? Блин, да как же вы меня задолбали уже. Кровавая луна это... Так, уже надоело. Так, пошли домой. Все-таки вернемся. Сейчас повыкладываем. Нам горы зелий такие не нужны. В данже я предполагаю, что не нужны. Все, надо сейчас повыкладывать все вручную. Блин, и я вот сейчас вот выкладывал зелье суммонерское, и я понял, что я второго импа даже не вызвал. Жесть. Просто паника такая началась сразу. Но он просто... Не знаю, раньше такого не было. Когда деду нажимаешь на курсы, череп появляется. Это скелетрон, когда появляется только. Раньше не было такого, чтобы он сразу впиливал много урона довольно-таки. Так, я что-то выкинул. Нет. Вот, здесь у меня будут висеть... Трофеечки. Наши пока что немногочисленные. И, кстати, да, я совсем забыл. Крюк нормальный же можно сделать. У меня уже всего хватает. Нам, по-моему, только ляны нужно. Я уже не помню, что нам нужно. Всего хватает, чтобы сделать нормальный крюк. Вот, чудесный крюк, у которого дальность больше, чем у... Отцепись. До сюда, да? До как раз практически, до края вот этой вот машины ледяной достает. Так. А этот? А этот вот до сюда. То есть дальность настолько больше. И... Ну-ка, сейчас. Прелесть в том, что может выпускать крюки, не дожидаясь... Не дожидаясь... Зацеп... Зацепливания основного крюка. То есть тут... Пока этот летит, мы не можем выпустить следующий крюк. А тут... А тут можем, слушайте? А тут... Не знаю даже. Кстати. Да, здесь мы тоже не можем, на самом деле. Но этот вроде летит быстрее, как-никак. Ну, короче, в любом случае, этот лучше. Крюк. Поэтому... Выкладываем. Вот сюда выкладываем, говорю. И что-то я еще забыл. Я уже про крюк тоже мне давно говорили, ребята. Что уже могу я скрафтить. Я все время забываю. Про все эти мелочи иногда. Так. Так, хорошо. Я все-таки... Решил пока что... Я не знаю, почему у меня эта маска скелета лежала в этом. В мусорнике. Что произошло вообще. Вот. Я пока что оделся в сет призывателя. И хочу попробовать в сете призывателя пойти в данж. Посмотреть, как оно там будет вообще. Попрет или не... Слушайте, а почему остальные не призываются туда? Хм. Как-то неудобно. Вот. Поэтому, ребят, мы на этом серии пока что закончим. В принципе, мы сделали то, ради чего... Эта серия была записана. Вот. И в следующей серии пойдем уже чистить данж. Лучше следующую серию сделаем побольше, да? А пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.